Конечно, человеческое тело до конца не изучено, однако на сегодняшний момент в науке известно множество интригующих фактов о нашем организме. Давайте обратим внимание на 10 самых интересных из них. Если бы человеческий мозг был компьютером, он мог бы выполнять 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь две тысячных от этого объема. Человеческая кость достаточно легко ломается, но когда речь идет о выдерживании веса с давливанием, то она твердая, как гранит. Кость размером со спичечный коробок может выдержать 9 тысяч килограмм. Это в 4 раза больше, чем выдерживает бетон. Самый большой орган в теле – это кожа. У взрослого человека она покрывает почти 2 квадратных метра. Кожа постоянно обновляется. За всю жизнь человек скидывает 18 килограмм кожи. Крайняя плоть размером с почтовую марку, взятая у обрезанных детей, производит за 21 день столько кожи, что можно покрыть 3 баскетбольных поля. И все благодаря науке. Сегодня выращенные в лаборатории кожи используются при лечении ожогов. За 30 минут тело выделяет столько тепла, что можно было бы вскипятить 3 литра воды. В легких находится более 300 тысяч миллионов капилляров. Если их проложить все друг за другом, протяженность линии составила бы 2400 километров. Каждый новый килограмм жира заставляет сердце прогонять кровь через приблизительно 22 километра новых капилляров. Хорошей новостью является то, что это работает и в обратном направлении. Вы теряете лишний вес, организм ликвидирует ставшие ненужными сосуды. Так что избавление от хотя бы небольшого количества лишнего веса облегчит работу вашего сердца. Наши мышцы на самом деле намного мощнее, чем кажется. Эта сила обычно ограничена, чтобы человек не мог повредить мышцы и сухожилия. Ограничение можно снять при помощи адреналина. Именно под его воздействием люди способны поднимать валуны и даже автомобили. Человеческая ДНК совпадает с ДНК банана на 50%. Хотя сложно сказать, что мы хоть как-то похожи на банан. Наш мозг использует 20% кислорода и калорий, потребляемых организмом. Несмотря на то, что составляет только 2% от массы тела взрослого человека. В течение года наше сердце делает 40 миллионов сокращений. Вам нужно пить в день по 4 стакана воды на протяжении 4 месяцев, чтобы количество выпитой вами жидкости сравнялось с объемом крови, которую прокачивает ваше сердце всего за 1 час. Наши слезы имеют различную структуру в зависимости от вызвавшей их причины. Под микроскопом слезы горя, надежды и слезы во время нарезки лука выглядят по-разному. Знаете ли вы, что все мы меняем свой рост в зависимости от времени суток? В среднем вы на 2-3 сантиметра выше утром, когда просыпаетесь. Во время сна межпозвоночные диски накапливают жидкость и расширяются, но на протяжении дня вертикальное положение тела с помощью силы гравитации сжимает их обратно. Если вы измеряете свою высоту утром и вечером, то должны заметить небольшое, ну видимое, различие. Кстати, если у вас небольшой рост, то чтобы увеличить его, надо висеть на перекладине и прыгать на скакалке, так как прыжки раздражают зоны роста и заставляют их активно работать. Причем работать это будет даже если вам уже за 30. На этом все. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео.